Танец от ансамбля «Сим-Сим» для создания настроения. Подходит он в качестве символа спартакиады, в которой важны не только физическая подготовка, но также лёгкость и кураж. Отборочные соревнования в районах позади и пришло время соревнований финальных. Команды у нас – это администрация города Сочи, городское собрание города Сочи и администрация районов города Сочи. Это проходит мероприятие значительно давно, уже несколько лет. Цель одна – это оздоровление. Это пример нашему населению о том, что работники администрации на своём примере показывают всем, что нужно заниматься сегодня физкультурой. У нас город для здоровых людей, в первую очередь для здорового образа жизни. Дартс, настольный теннис, конкурс «Жемчужина Сочи» с этих дисциплин стартовал финал. Первые же минуты принесли и первые результаты. Начальную партию в настольный теннис выигрывает и Евгений Кужелев. Говорит, спортом занимается с пяти лет. Считает, это идёт на пользу дела. Спорт всегда помогает в работе. Поддерживает тонус в работе. Несмотря на ненормированный рабочий день, короче, теннис помогает выдерживать все эти наростки. В этом зале только девушки. И пусть участницы конкурса «Жемчужина Сочи» не так брутальны, как в других соревнованиях, силу характера показывают и они. 25, держись, 26, 27, 28. Восьмой год проходит «Спартакиада» и популярней становится ещё и потому, что помогает коллегам из разных районов города ближе познакомиться, что, в свою очередь, помогает в дальнейшем решать деловые вопросы. В разные годы среди лучших чаще других оказывались депутаты городского собрания, сотрудники администрации Сочи и Адлерского района. Кто окажется сильнейшим на этот раз, выяснится к июню. Следующая встреча намечена на 17 мая в программе «Боулинг, бильярд и плавание». Затем придётся поработать головой. 24-го пройдут шахматные соревнования. Ну а завершится турнир 31 мая соревнованиями по пулевой стрельбе. Татьяна Нагорская, телекомпания «ФКТ».